Вот ступлю я с обрыва и провалюсь. Поблака! Дай! Ой, птичка! В семейном театре Петрушкина-Слобода идет репетиция спектакля «Северная сказка». Режиссер-постановщик Владислав Костин признается, что эта пьеса известного драматурга Михаила Супонина привлекла его внимание возможностью создать на сцене мир с особым колоритом. Мальчик Тенен, он пойдет спасать свою семью. Он пойдет спасать всех тех стариков, которые уже не могут выйти из чумы, которые не могут разжечь огонь. И что тогда происходит с маленьким мальчиком? Он начинает очень быстро взрослеть, попадает в очень такие разные ситуации. Как мы представляем себе Чукотку? Морозно, свежо, воздушно. По замыслу художника Светланы Рыбиной, действие спектакля будет происходить в пространстве. Герои будут спускаться с неба, будет атмосферно и завораживающе. Ирина, в ваших руках куклы буквально оживают. Как вы это делаете? Ну, вообще, существует техника, конечно, как это делать. Потому что всех кукловодов учатся в институте разную систему кукол. И вот, например, это планшетка. И здесь самое главное, ну, как мне кажется, это система техник посылов, отказов и рук. Но для меня, чтобы оживить куклу, пример это мы с вами, то есть человек. То есть как я сейчас с вами общаюсь. Так и кукла должна передавать эмоции. Здравствуй, дорогой! Это колечко. Золотого. У тебя мужик есть! Ну, а как же это? Вот свимый дружи! Я пикался! Дело в том, что Петрушка говорит особым голосом при помощи специального инструмента – пищика. Понять принцип его действия может каждый, кто хоть раз дул в травинку, зажатую между ладоней. Так вот, пищик устроен точно так же. Только вместо травинки – полоска ткани, а вместо ладоней – металлические пластинки. В театре Петрушкина-Слобода есть целая коллекция петрушек. Вот, например, этот экспонат – самый первый, и ему исполнилось 33 года. История семейного театра ремесленной мастерской Петрушкина-Слобода началась с идеи. Известные артисты-кукольники Анатолий Архипов и его супруга Лариса Балиевских решили возродить традиции уличного балаганного представления. В 2011 году они начали строить дом для своего театра. Под нами вот здесь вот на глубине двух метров культурный слой 16 века, представляете? Вот это место, оказывается, раньше было до того, как деревня большая мутища была, было селище мутища. И в 16 веке здесь вот, вот когда копали фундамент, находили столько всякого интересного. А что, допустим, нет? А разные скляночки, разные баночки, монеты выкатывались, чего только тут не было. Сегодня театр известен не только в России, но и за ее пределами. География гастролей и фестивальных выступлений весьма велика, как и количество наград разных конкурсов. В первую очередь, конечно, это театр, кукольный театр. Поэтому у нас идут репертуар, афиша, и к нам можно прийти в субботу-воскресенье на спектакли. Но мы отличаемся тем, что у нас помимо спектакля есть еще мастер-классы. И есть такая форма, когда к нам приходят на экскурсию. Это интерактивная экскурсия. То есть спектакль, мастер-класс и чаепитие. Дети и взрослые делают уникальные вещи своими руками. Гостей учат плести из бересты, лепить из глины, ткать, вязать, работать с деревом и многое другое. Дети любят приходить в этот театр еще и потому, что каждое представление заканчивается чаепитием. Гостей угощают воздушным манником и яблочным вареньем. Чаепитие в мытищах проходит за душевными разговорами и интересными историями. Так откуда же пошло это название? Петрушкина слобода. Царь Петр I на маленькой лошадке, когда он был маленьким, ехал на маленькие лошадки в свете отца Алексея Михайловича. Они приезжали по этому тракту, ехали в Загорск, в Сергиев Посадка. Есть описание, когда Алексей Михайлович останавливался напротив нашего храма Владимирского, церкви, на этой стороне. Они тут отдыхали. А в свете Алексея Михайловича всегда были кукольники. Недалеко, не близко стоит в мытищах терем. Он ни низок, ни высок, а живет в нем Петрушка и большая семья Архиповых. И уже в это воскресенье ребятам покажут спектакль «Оловяный солдатик». Зрителей порадует игра теней и музыка Чайковского, а артисты получат заслуженные аплодисменты. Татьяна Горностаева, Петр Дедковский, Первый мытищинский.